Декабрь 1967 года. Южноафриканский врач Кристиан Барнард смог впервые в мире сделать успешную пересадку сердца от человека к человеку. Это была сенсация. Луис Факшанский, получивший донорский орган, прожил 18 дней и скончался от воспаления легких. Спустя месяц, в январе 1968-го, Барнард сделал еще одну пересадку сердца. Больной прожил 19 месяцев, затем произошло отторжение пересаженного органа. Барнард сравнивали с Гагариным, потому что он пересек красную черту. Считалось, что пересаживать сердце не только как анатомический орган, но и как духовный орган невозможно. Почему? Потому что человек, теряющий сердце, погибает. Но, конечно, в Советском Союзе восприняли это тоже по-разному. С одной стороны, как выдающееся достижение хирургии, а с другой стороны, крупные хирурги и чиновники поняли, что нас опередили. У нас же есть Владимир Петрович Демихов, которого мы мало замечали, которого мало помогали. И вдруг это произошло не у нас в стране, а за рубежом. Об экспериментах советского биолога Владимира Демихова по пересадке органов, в том числе и сердца, у собак Кристиан Барнард, конечно, знал. Позже врач из ЮАР говорил, что он использовал некоторые наработки Демихова в своей практике, но основой успеха операции по трансплантации сердца считал решение не технических, а иммунологических проблем. Демихова же Барнард называл своим вдохновителем и наставником. Владимир Петрович Демихов родился в разгар Великой войны, как тогда называли Первую мировую, в нынешней Волгоградской области на хуторе Кулики. Его отец по происхождению дворянин, мать-крестьянка. После того, как глава семьи не вернулся с фронтов гражданской войны, мать уехала обратно к своим родственникам. Там одна поднимала троих детей. Разумеется, в такой обстановке речь о школе десятилетки не шла. Надо было хоть как-то помогать семье. Она сажала детей около стола, вешала кусочек сахара, и они спили чай, вот глядя на этот сахар. Папа это запомнил, и у него были очень хорошие зубы до старости, и он связывал это с тем, что он никогда не ел сахара, и, в общем-то, только в старости полюбил конфеты. И мама очень переживала, боялась, что у него диабет разобьется, но этого ничего не случилось. Отучившись семь лет в обычной школе, Володя Демихов поступил в школу фабрично-заводского ученичества. ФЗУ создавали при предприятиях для подготовки квалифицированных рабочих. Демихов попал в училище при Сталинградском тракторном заводе. Там учеников кормили, выдавали рабочую форму и платили за выполнение производственных заданий. Уже тогда юный Демихов проявлял интерес к биологии, а, закончив ФЗУ и отработав год в Сталинграде, он отправился в Воронеж, чтобы поступить в знаменитый медицинский институт. Мать Володя, Домника Александровна, работала не покладая рук, чтобы поддержать стремление всех своих детей к учебе. Бабушка была очень способным человеком, хотя она кончила только 4 класса, приходской школы, она там разбирала часы, очень хорошо шила. И она потом действительно всю жизнь была портнихой, обшивала вот эти станицы и таким образом зарабатывала деньги. И вот у этой малограмотной женщины было такое стремление дать своим детям высшее образование. Это удивительно. Она все эти деньги тратила на то, чтобы помочь им учиться. И они все трое получили высшее образование. Воронежский мед был одним из старейших высших медицинских учебных заведений в России. Правда, поступить на медицинский факультет Володе Демихову не удалось, и он пошел на биофак. Там работал уже легендарный тогда советский врач и ученый Сергей Сергеевич Брюхоненко. Он создал автожектор – аппарат искусственного кровообращения. 1 ноября 1926 года был проведен удачный эксперимент. Собаку подключили к аппарату и остановили ей сердце. В течение двух часов собака жила благодаря искусственному кровообращению. Это были первые шаги на пути к решению проблемы поддержания жизни пациента, которому делают операцию на сердце. На кафедре физиологии, на которой учился Демихов, в Воронежском университете, на биологическом факультете, оказался аппарат Брюхоненко. И вот Демихов, студент 4-го курса университета, решил этот аппарат довольно больших размеров уменьшить до размеров человеческого сердца. Он сделал два маленьких насоса, подключил к ним электродвигатель, а затем он провел эксперимент. Вскрыл собаке грудную клетку, рассек перикард, удалил желудочки сердца и вместо желудочков предсердием присоединил вот эти два сконструированных им насоса. Потом включил электродвигатель, поршни стали работать вот так, и один насос стал выполнять функции левого желудочка, второй – правого желудочка. А это был впервые в мире придуман вот такой прибор, который был имплантирован в грудную клетку на место биологического сердца. Брюхоненко помог Демихову с постановкой этого эксперимента. Собака прожила два с половиной часа. Доклад на научной студенческой конференции Воронежского университета весной 1938 года стал местной сенсацией. Потом Демихов провел еще несколько подобных удачных экспериментов. Животные с таким искусственным сердцем умирали через несколько часов после начала опыта. Но это объяснялось не погрешностями в действии насоса, а свертыванием крови, соприкасавшейся с его стенками. Сергей Брюхоненко настоял на том, чтобы Демихов перевелся в Московский университет, который студент закончил в 1940 году. Дипломная работа Владимира Демихова называлась «О приспособляемости сердца теплокровных». Студент провел серию экспериментов по пересадке сердца у собак на сосуды шеи и паховой области. По методике, опробированной в начале века французским хирургом и биологом Алексисом Карелем. И тут Демихова призвали в армию. Началась финская кампания, и он был мобилизован. Его послали, он закончил годичные курсы патологоанатомов, и всю войну он был патологоанатомом. И он дошел до Берлина, затем закончил войну в Манчжурии, и у него есть медаль за победу над Японией, за взятие Кенигсберга, за боевые заслуги, орден Отечественной войны второй степени. Они его представляли к ордену Красной Звезды. То есть вот эти боевые награды, они у нас хранятся, они были, присутствовали в его жизни всегда, но рассказывать он об этом не любил. После Великой Победы уже в декабре 1945-го старшего лейтенанта медицинской службы запаса Владимира Демихова приняли на работу ассистентом кафедры физиологии Московского пушно-мехового института Министерства внешней торговли СССР в подмосковной Балашихе. В пушном институте были великолепные кадры. Там действовали различные полевые надбавки. Была хорошая экспериментальная и практическая базы. Свои виварии, учебно-опытные и охотничьи хозяйства. И, наконец, 24 февраля 1946 года Владимир Демихов смог продолжить свои опыты по трансплантации органов. Провел операцию по пересадке второго сердца в грудную клетку собаки. Эксперимент был неудачным, животное погибло. Но Демихов пробовал вновь и вновь, подбирал наркоз, комбинировал разные методы. Папа всегда считал, что просто люди не понимают еще. Он писал об этом, что в своих экспериментах я стремился сделать все для людей. И он разрабатывал эти методики с тем, чтобы их можно было перенести в клинику. Он сам не мог в клинике оперировать, потому что он имел биологическое образование, а не медицинское. У него было просто такое неистребимое желание. И это основная мотивация его деятельности – спасать людей, спасать жизни. Он слишком много видел смерти в своей жизни. Это дало огромный шаг вперед транспандологии. Потому что пересадкой, в общем-то, занимались и Карел занимался, ну, не сердцем, а пересадкой просто органов. Эта идея давно парила в мире, что пересадить из одного места в другое, пересадить ткани, клетки, органы. И, конечно, работа Демихова по пересадке сердца – это было как бомба разорвавшаяся среди медиков и ученых. Тем временем в жизни Владимира Петровича произошло важное событие. Он познакомился со своей будущей женой – Лией Николаевной. Это случилось неожиданно в московском метро. И это была любовь с первого взгляда. Она поднималась по лестнице, папа спускался, увидел ее и подумал, что вот девушка едет мне навстречу и не знает, что ей едет навстречу муж. Вот он так был в себе уверен. И он быстренько сбежал вниз, побежал наверх, догнал там на остановке. Она не хотела давать телефон, так все были строго воспитаны. Но все-таки как-то он ее уговорил, она сказала, только не записывайте, забывайте, запомните, запомните. Он запомнил, позвонил и долго звонил, потому что он на нее не произвел впечатления. Потом бабушка его пригласила домой. Но покорил он ее тем, что он действительно красиво ухаживал. Они ходили в театр, и вот мама говорит, что я понимала, что у него нет никаких денег. Он был в шинели, какие-то сапоги были подвязаны веревочками. Но я не хотела в буфеты ходить, и говорю, что я ничего не люблю и не хочу. Но вот она говорит, что я сижу, а он бежит по проходу, и у него падают конфеты, виноград. Вот он ей принес, потому что ему хотелось угостить. Ну и, в общем-то, вот этой щедростью, он очень был добрый человек, он ее покорил. И, конечно, они прожили больше 50 лет, и это был счастливый брак. Между тем, Демихов больше не мог оставаться в Пушно-Меховом институте. Он ушел в недавно созданный институт хирургии, где за два года сменилось четыре директора. Двое из них – выдающиеся врачи Борис Васильевич Петровский и академик Александр Васильевич Вишневский – отмечали, что сотрудник им достался непростой. Демихов – наше несчастье, у нас работать негде. Страшно целеустремленный, не желает никому подчиняться, боюсь я его. В 51-м году он впервые попробовал пересадить сердце от одной собаки к другой на место биологического сердца. Эти опыты не удавались ему в течение четырех лет. Только в 55-м году он смог снять собаку с операционного стола. Одни считали его гениальным хирургом, с гениальной хирургической техникой, но другие считали, что для того, чтобы пересаженный орган прижил, надо заниматься иммунологией, надо заниматься трансплантационным иммунитетом. Адемихов этим не занимался. Он пытался восстановить кровообращение в пересаженном органе и считал, что это будет достаточно для того, чтобы он прижил. Люди, умудрённые и знавшие, что такое иммунология, конечно, не могли воспринимать вот эти эксперименты серьёзно. Но он продолжал следовать своим путём и переходил одну красную линию за другой. Вот считалось тогда, что красная линия для прижиления органов является семь дней. У Демихова сердце работало, скажем, две недели. И ему мало кто мог сказать, что он не прав. Демихов много оперировал. Особые сложности вызывали у него места соединения сосудов. Под нитью, используемой для перевязки сосудов на соединительной трубке, возникало омертвение тканей. Смерть наступала от массивного кровотечения. Позже в своей книге «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте», изданной в 1960 году, Владимир Петрович так описал найденные решения. В ряде операций при соединении внутренней грудной артерии с левой коронарной артерией мы применяли трубочки из нержавеющей стали со сплошными стенками. Но натяжение соединяемых сосудов не допускали, не производили и тугого затягивания лигатуры. В результате ни в одном случае пролежни не наблюдались. Эти сосудистые швы прослежены на протяжении пяти лет с хорошим исходом. Гораздо лучше обстояли дела с пересадкой почек. Проведя ряд операций по трансплантации этого органа у собак, Демихов доказал, что теоретически жизнь пациента с почечной недостаточностью можно продлить, пересаживая ему вначале одну, а затем вторую донорские почки по очереди. В СССР Демихова обвиняли в том, что он чрезмерно увлечен технической стороной пересадки и пренебрегает биологической. В частности, это прозвучало на одной из научных сессий Института хирургии. Вот как высказался член-корреспондент Академии медицинских наук Борис Владимирович Огнев. Мы должны смотреть гораздо глубже. Если мы сегодня имеем право сказать, что технически можно пересадить почти любой орган, то, к сожалению, вопрос о совместимости белка, эпителия и эндотелия органов донора и рецепиента еще не разрешен. По моему мнению, здесь заложена основная ошибка некоторых ученых, пренебрегающих этими весьма важными моментами. Его называли шарлатаном, потому что он настолько опередил науку СССР, что они не могли себе представить, как это можно пересадить сердце. Они вообще когда-то говорили, сердечные хирурги великие, что вот все можно делать, но к сердцу прикасаться это невозможно до определенных лет. А он взял и пересадил сердце. Он пересадил легкие, пересадил сердце легкие. Проводя сложнейшие испытания, Владимир Петрович часто работал на износ, не жалея себя в тяжелейших условиях. В его лаборатории не хватало аппаратуры, медикаментов и людей. Очень многие прооперированные Демиховым животные гибли раньше времени из-за того, что не было антикоагулянтов, средств, препятствующих образованию тромбов и антибиотиков для борьбы с инфекциями. Папа, он был очень изобретательным человеком. Он все это умел сконструировать, соорудить. Он какие-то просил списанные приборы. У него никогда не было аппарата искусственного кровообращения. Все эти свои операции он делал. Он сам соорудил аппарат искусственные сердца, легкие. Его еще не так сильно даже озабочивало вот это недостаточное медицинское оборудование, как то, что им некому было ассистировать. И вот наш великий хирург Михаил Израилевич Перельман, он работал в это время с папой. Он мне рассказывал, что папа ходил по коридорам и вот встретил. Миша, пойдем поассистируй, у меня некому поассистировать. Он страдал вот от этого. Напряженные работы и поиски продолжались. Владимир Петрович все больше осознавал важность распространения информации о своих опытах в научных кругах. В 1951 году на сессии Академии медицинских наук СССР, которая проходила в Рязани, он пересадил донорское сердце и легкие собаки-дамки. Целую неделю собака встречала в холле ученых, прибывших на сессию. Умерла дамка не от проблем с сердцем, а от повреждения гортани. Это был случайный операционный дефект. Затем Демихову удалось пересадить собаке печень. Операция гораздо более трудная, чем трансплантация почки. В 1952-м первым в мире Владимир Петрович разработал и осуществил на собаке маммарно-коронарное шунтирование. Подвел к сердцу от аорты здоровый сосуд в обход поврежденного. Это было начало большого и перспективного направления, причем не только в кардиологии. Сам Демихов так описывал ту операцию. Успешное предупреждение смерти в эксперименте во время самых тяжелых операций на органах грудной полости у организмов, находящихся даже в агональном состоянии перед операцией, и простота, доступность и безопасность разработанных нами способов, позволяют нам рекомендовать эти способы для использования в хирургической практике на человеке. Наши способы основаны на применении полного обезболивания, управляемого и регулируемого искусственного дыхания и управления кровяным давлением. Его работы проходили достаточно камерно, без особого пиара, как мы теперь говорим. Но каким-то образом о его работах узнали за рубежом и, собственно, задумались о идеологии Демиховских экспериментов, тогда как в Советском Союзе он не имел такой большой популярности. А на самом деле ученые и трансплантологи зарубежные, они высоко оценили вот эти все задумки Демихова, и потом именно на основе этих работ, в общем-то, стали развивать возможность трансплантации органов. Ну и не только, потому что, как известно, Демихов явился родоначальником идеи ревоскулиризации миокарда, то, что мы сейчас называем ауртокоронарным шунтированием. Уже через 8 лет, 2 мая 1960 года, в США, в Медицинском колледже имени Альберта Эйнштейна, доктор Роберт Ханс Гетц провел такую операцию на человеке. А в СССР первым автором успешной операции маммарно-коронарного шунтирования стал ленинградский профессор Василий Иванович Колесов в 1964-м. Мы предлагаем называть операцию маммарно-коронарного шунтирования операцией Демихова-Колесова. Демихов предложил ее в эксперименте, Колесов реализовал в клинике. Он получил две государственные премии, одну за маммарно-коронарное шунтирование, вместе с группой выдающихся коронарных хирургов, которые почитали его как пионера, как пионера этого метода. В 1955-м Владимир Демихов перешел работать на кафедру хирургии и топографической анатомии в Первый медицинский институт имени Сеченова. Завкафедры хирург Владимир Васильевич Кованов сразу же стал требовать у своего сотрудника диссертацию. Демихов такой материал предоставил. Диссертация была посвящена пересадке органов у животных. Одна глава – пересадка сердца, вторая глава – пересадка легких, третья глава – пересадка сердца и легких, четвертая глава – пересадка печени, пятая глава – пересадка почек, шестая глава – пересадка туловища к голове. То есть каждая эта глава – это докторская диссертация. Каждая глава. А он представил это вот так все вкупе в качестве кандидатской. Конечно, Кованов завернул такую работу, сказал, давайте вот что-то одно выбирайте и снова мне кладите на стол диссертацию. Демихов не стал этого делать, а подал рукопись в издательство «Медгиз». И в 60-м году вышла книжка под названием «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте». Из интереса я подсчитал, сколько можно было бы на этом материале сделать диссертации. У меня получилось около 30. В середине 1950-х Владимир Петрович начал серию экспериментов, которая быстро принесла ему мировую славу. Демихов решился на пересадку головы. Он взял взрослое животное и крупного щенка и соединил верхнюю часть тела щенка со взрослой собакой в области шеи. После операции обе головы двигались независимо друг от друга. 17 января 1955 года американская газета «Тайм» в разделе «Наука» опубликовала небольшой материал под названием «Пересаженная голова». Со ссылкой на журнал «Огонек» американская газета сообщила о сенсационной демонстрации, состоявшейся на заседании Московского хирургического общества. Журналисты писали. Это невстречающееся в природе двухголовое существо является последним достижением хирурга Владимира Петровича Демихова, руководителя лаборатории по пересадке органов Академии медицинских наук СССР. В Советском Союзе тогда процветал павловский нервизм. И считалось, что центральная нервная система регулирует все системы организма. И что все находится под контролем головного мозга. И было интересно посмотреть, а контролирует ли вот этот головной мозг большой собаки вот эту пересаженную часть туловища. И Демихов доказал, что нет, что обе эти головы функционируют сами по себе. То есть большая собака может спать, маленькая борствовать. Большая собака может есть, маленькая отдыхать. Это был блестящий совершенно эксперимент с точки зрения физиологии. Вы знаете, он хотел доказать, что кровота в голове может сохраниться через какое-то определенное время. И он об этом не пишет в своей книге. Но я думаю, он не исключал то, что когда-нибудь настанет время, когда ученые смогут соединить так спиной мозг, что проводили все импульсы от головы. И тогда можно будет пересадить голову человека при, допустим, инсульте, геморрагическом инсульте или разрыва аневризмы головного мозга. Пока не научатся восстанавливать целостность спинного мозга, этот вопрос не будет решен. Всего Владимир Петрович провел 20 операций по пересадке головы. После 19 из них собаки выжили. Во всех случаях причиной гибели пересаженной головы становилось воспаление операционной раны с отеком, застойным полнокровием и нарушением кровообращения в пересаженной части молодой собаки. В одном из экспериментов собака с пересаженной головой прожила 29 соток. Реакция научной общественности на такие опыты была очень неоднозначной. Непростыми становились и отношения Демихова со своими руководителями. В 1960-м Владимир Петрович перевелся в Институт скорой помощи имени Склифосовского и все же продолжил работу по подготовке к защите диссертации. Он был биолог. И в медицинских учреждениях не хотели брать его диссертацию. В университете на биолокопочвенном факультете очень большую роль сыграл его друг университетский Арон Евсеевич Гурвич. И он был оппонентом на папиной защите. И они оба кончали университет и всю жизнь очень дружили. И он, вот как-то ему удалось пробить, потому что даже папа не сам. У папы как-то в этом плане опустились руки. Он в 60-м году написал монографию, выпустил по всем своим. Это была первая монография в мире по трансплантации органов. Она сразу была переведена в Нью-Йорке, в Мадриде, в Берлине. На трех языках она была выпущена. А диссертацию он защищал только в 64-м году. И защищал он в университете. Университетские профессора присудили ему сначала кандидацию, проголосовали как за кандидатскую диссертацию, потом проголосовали за докторскую диссертацию и сразу присудили ему звание доктора биологических наук. Были в жизни Владимира Петровича и другие неприятности. Советского биолога, ставшего знаменитым за рубежом, осенью 1959 года пригласили в ГДР. Там он оперировал, читал лекции, и о нем без конца писали западные газеты. Он там демонстрировал пересадку сердца и пересадку головы. Большего внимания, конечно, получили опыты по пересадке головы. Ему пришлось обратиться в Министерство здравоохранения СССР, чтобы ему продлили командировку. Потому что людям было крайне интересно все это. На его опытах могли присутствовать и западные хирурги. Тогда не было вот этой берлинской стены, не было препятствий для их приезда. И более того, было снято несколько программ для ГДРовского телевидения, которая вещала в том числе и на западные страны. И он вернулся в Москву на гребне мировой славы. А после этого уже его пригласили в ФРГ. Там была конференция и съезд хирургов. Но почему-то это было не согласовано с руководителем делегации. Тот ему запрещал оперировать. А папа говорил, как же я могу не оперировать, если меня для этого пригласили. Ну и это вызвало вот такую негативную реакцию. И его действительно депортировали. Ну, он очень тяжело это переживал, что он хочет сбежать. Поэтому его надо убрать из этой страны. Но вот члены делегации, они были свидетелями всех этих перипетий. Они написали коллективное письмо в Центральный комитет партии о том, что они свидетели того, что никуда он не собирался бежать, что он выполнял те функции, которые были ему предписаны. И никаких репрессий, таких серьезных не было. Но просто очень большая была нервотрепка. Больше его не выпускали за границу после этого. Для ученого мирового масштаба это был тяжелый удар. Демихов остался работать в своей лаборатории в НИИ Склифосовского. Сюда к нему нередко приезжали гости из-за рубежа, медики, ученые. За всеми новыми экспериментами Владимира Петровича к тому моменту пристально следил уже весь мир. Другого такого исследователя в то время не было. Именно на основе его идей, вот такая книжечка, трансплантации жизненно важных органов в эксперименте. Вот такая серенькая книжечка. Я эту первый раз книжечку, закончив уже институт и много проработав в хирургии, увидел в городе Омаха, в университете города Омаха, на столе у руководителя трансплантационного отделения. на русском языке, понимаете? Мы этого не видели. Это прошло мимо нас, к сожалению. Вот Кристиан Барнард пересадил сердце, и этому посвящен музей в Грудшур госпитал в Кейптауне. Ну, там различные фотографии, висят стенды, там экспонаты, восковые фигуры, которые оперируют это сердце. Ну, там музей такой. Вот. И там висит фотография Демихова, которая висит у меня в кабинете с собачкой. В момент, когда весь мир восхищался открытиями Демихова, на родине не только не поддерживали эксперименты ученого, но и пытались вставлять ему палки в колеса. Иногда доходило почти до абсурда. В 52-м году ему дали две комнаты в квартире, где еще одна соседка была. И это, конечно, было счастье. И они врезали замки, какие-то стулья поставили. Ну, ему дали как ветерану войны эти две комнаты. А потом нашли, что есть люди более достойные, и он еще молодой, есть более старшие. И сказали, чтобы он отдал и ключи, и квартиру. А он уже выписал бабушку, и она продала дом в этой станице. И они все, все мы оказались, в общем, на улице. И он пошел к своему брату, двоюродному Сергею Матвеевичу Штуменко, он был генерал армии. Сергей Матвеевич пошел к министру здравоохранения. Ну, и таким образом, в общем-то, оставили эту квартиру. Мама мне потом рассказала, папа тогда сказал, что если бы квартиру отняли, то он бы с пятого этажа выбросился. Потому что слишком много всего было. Слишком много было каких-то таких несправедливостей. Тяжелым ударом стало для Демихова и еще одно обвинение в шарлатанстве. В 1965 году на научном собрании он рассказал об идее банка органов. Донорами могли бы стать люди, у которых констатировали смерть мозга. Органы он предлагал помещать в специальные футляры, в перфузионные растворы и насосы-оксигенаторы. Председательствующий заявил, что эта идея не может иметь отношение к советской науке. Было зачитано обращение в высшие инстанции о лишении Демихова не только диплома, всех научных званий, но и лаборатории. Однако в поддержку Демихова выступила заведующая кафедрой гистологии 2-го Московского медицинского института профессор Григорьева, которая сказала, что работала с Демиховым как гистолог и видела все эти препараты. В итоге ход заседания удалось переломить. Он забирал органы сердца, допустим, 4 сердца у трупа и присоединял их к магистральным сосудам животного. И сердце оживало. 5-6-7 суток это сердце было в состоянии жизни. Но он ни разу это сердце потом не пересадил дальше. И никто не знает, пригодно оно было или не пригодно. Он попищал сначала на собаках, а потом в стене брюшную полость помещал эти органы. Владимир Петрович продолжал работать. Но спустя 3 года у него случился инсульт. Оправившись, Демихов снова вернулся в лабораторию, но с годами количество операций и экспериментов стало снижаться. К концу 80-х у советского ученого уже было несколько международных признаний. Демихов был почетным доктором Лейпцигского университета, доктором медицины американской клиники братьев Майо, почетным членом Королевского научного общества Швеции в Упселе. На родине звание ему присудили позже. В 1988 году в числе других ученых Владимир Петрович стал лауреатом государственной премии за достижения в области кардиохирургии. А 5 ноября 1996 года кардиохирург Ренат Акчурин прооперировал сердце президента Бориса Ельцина. К этому времени аортокоронарное шунтирование, технологию которой первым предложил Демихов, стало обыденной, хотя по-прежнему очень непростой операцией. В 1998 ученый получил госпремию за разработку проблемы пересадки сердца. В том же году Владимира Демихова наградили орденом за заслуги перед Отечеством Третьей степени. К тому моменту он уже был прикован к кровати и почти не мог говорить. Мои родители очень тяжело уходили из жизни, как-то накопилось много болезней, и он уже не мог двигаться. У него был паркиционизм, ригидный синдром. Это очень тяжело, это тяжелее даже, чем просто паралич. И привезли вот этот орден. Приехал человек, который привез этот орден домой. А папа уже с трудом говорил, и мы сначала никак не могли понять, что он хочет сказать. Потом я поняла, что он хочет, чтобы ему этот орден прикрепили на рубашечку, в которой он лежал. Вот настолько ему это было важно. Вот уже человек уходил из жизни, но ему было важно, что его работа, что его стремление помогать людям, и что это признано. 22 ноября 2023 года исполнилось ровно 25 лет со дня смерти великого советского ученого Владимира Петровича Демихова. За эти четверть века медицина заметно шагнула вперед, стала высокотехнологичной, а многочисленные наработки ученого нашли практическое применение в трансплантологии и кардиохирургии. Его жизненное кредо делать все ради человека наконец воплотилось в жизнь. Мы стоим не то что вровень с нашими зарубежными коллегами, а во многом их опережаем. Например, в нашем институте, который я возглавляю, то есть в Центре трансплантологии имени Шумакова, выполняется в год 200 трансплантаций сердца. 200 – это немыслимые цифры для вообще нормальной практики за рубежом. Многие-многие направления трансплантологии мы развиваем значительно успешнее, потому что прежде всего мы получили возможность оказания этой сложной и дорогой медицинской помощи бесплатно для населения. И поэтому пошли пациенты, и поэтому нарабатываются технологии, поэтому получены великолепные результаты, которые мы, естественно, обсуждаем с нашими зарубежными коллегами. Поэтому все эти Демиховские идеи, они под собой имеют, вернее, над собой уже, имеют большие перспективы для развития. Когда в 1996 году перед знаменитой операцией на сердце первого президента России в Москву приехал легендарный кардиохирург Майкл Дебейки, чтобы подстраховать наших врачей, он сказал журналистам, что хотел бы встретиться с Демиховым. Ни один из журналистов не знал этой фамилии. Тогда Дебейки повторил по слогам, полагая, что его просто не понимают. К сожалению, история Лесковского-Левши, непонятого мастера высочайшей пробы, умершего в забвении, не редкость. И то, что сегодня возвращаются такие имена, как имя выдающегося ученого Владимира Петровича Демихова, правильно. Я лежала с каким-то сердечным там приступом в отделении у Рината Салимановича Акчурина, и там лежали женщины, молодые женщины, которые перенесли трансплантацию сердца, и которые после этого родили детей. Находясь на иммуносупрессивной терапии, это удивительно. Уже спасено сотни тысяч жизней, и улучшено качество жизни, и продлены жизни. Но это, конечно, развивается и будет развиваться, и это очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok